Здравствуйте, дорогие львы и львицы! Это еженедельный расклад НАТО РОД для вас, неделя с 4 по 10 мая. Основная тема недели – Туз Кубков. Туз Кубков – это переполняющие эмоции, это всплеск эмоций, это доверие к миру, к жизни, когда нас просто переполняет. Для некоторых, вот даже сейчас не показывая карты, я вам так скажу, для некоторых, если есть львицы, которые на этой неделе с 4 по 10 рожают ребёнка, то просто очевидно, когда женщина приводит в мир душу, да, вот такое состояние, что ты подвиг совершила, просто не знаю, какое вот нечто невероятное. Для некоторых, кто постарше львы и львицы, может быть, у вас внучка или внук рождаются, да, и вас тоже так накрывает просто волна, у вас невероятный эмоциональный подъём, но по-крупному. Неделя у вас позитивная и крупномасштабная вот эта. Для некоторых, то есть дом-семья, у нас карта мир. Любовь – это завершение чего-то крупного. Для кого-то это, возможно, завершение ремонта, да, для кого-то это, может быть, кто-то приехал, вернулся домой, ну, не знаю, как там из армии приходят, да, как люди из долгой поездки возвращаются. Может быть, вы вернулись домой, может быть, кто-то из ваших близких вернулся домой. И вас, опять-таки, переполняют позитивные эмоции. Любовь-отношения для некоторых четвёрка мечей. Для молодых я скажу следующее, если, ну, кто как бы просто встречается, там ждёт известия какого-то там любовной смс-ки, не знаю, там, что возлюбленный и возлюбленная свяжется с ними, здесь немножко как больше как нет, да, к сожалению. Какой-то перерыв, ну, как бы вынужденный перерыв, вынужденное затишье. Может быть, кого-то нет рядом, может быть, кто-то в отъезде, может быть, кто-то занят, но не получается как бы, да, по-настоящему быть рядом с любимым. Для людей семейных, у кого даже такое всё позитивное, и здесь такая карта, но может быть, просто заняты чем-то таким более глобальным, что сейчас немножко как бы даже если вместе, рядом, ну, ну, не вместе, ну, ну, просто вот не до этого, не до такой вот эмоциональной близости. Работа, карьера, учёба. Карта звезды. Это вообще прекрасная карта. То есть эта карта первая задел на будущее. Кто-то из вас на этой неделе, возможно, даже если вы работаете на работе, всё, как говорится, вы там уже не первый день, не первый месяц, вот на этой неделе, или вы получите, скажем так, какую-то информацию или что-то, когда вы сможете увидеть открывающиеся перед вами перспективы, положительные. Либо вы делаете что-то, даже если вы на себя работаете, неважно, бизнес – это не имеет значения, любая работа. Вы делаете что-то, чем вы обеспечиваете себе задел на будущее. Как бы долгосрочные перспективы вы видите, открываются перед вами, и вы делаете что-то для этих долгосрочных перспектив. Для тех, кто ищет работу, тоже карта позитивная, так как могут открыться возможности, но не на этой, не то, что прямо на этой неделе побежали и схватили эту работу. Для кого-то, может быть, да, а для кого-то просто возможность каким-то образом в дальнейшем получить это место. Ну, когда, например, кто-то приходит, говорит, подождите, через пару месяцев у нас увольняется человек, и мы тебя возьмем. Что-нибудь такое, но положительные очень карты. Деньги, финансы, карта Папессы, то есть Верховная Жрица. Здесь несколько моментов. Кто-то из вас, возможно, будет консультироваться у какого-нибудь, я не знаю, кто это, аудиторы, бухгалтеры, финансовые консультанты, у кого свой бизнес даже не удивительно, потому что здесь как бы попытка распределить финансы, получить консультацию для того, чтобы в дальнейшем обеспечить себе более стабильный рост, чтобы долгоиграющие, долгосрочные планы выстроить более правильно и грамотно. И этот человек как бы специалист в этом деле может вам помочь. Небольшой совет по поводу денег. Немножко быть поскрытней на этой неделе. Чуть-чуть. И в испытаниях лежит королева Пентакли. Ну, для большинства из вас это какая-то женщина, это может быть и мама, и там коллега по работе, кто угодно. Женщина, которая почему-то для вас на этой неделе как бы становится испытанием, да, то есть вы, что-то вам не нравится в этой даме. Ну, это вообще расклад очень позитивный. И три старших аркана, все арканы положительные, что-то крупное происходит в вашей жизни. Иногда бывает даже, что на нашем земном плане, вот в бытовой, в повседневной жизни, это незаметно, но на том плане выше уже какие-то происходят позитивные перемены. Так что львы, это просто замечательно. Будем смотреть, что будет у вас в дальнейшем. Ну, вот неделя просто прекрасная. Для вас я вынула карту из оракула Архангелов Доринверчи. И это у нас Архангел Метатрон. Приоритеты. Архангел Метатрон – это один из двух Архангелов, который когда-то был в человеческом воплощении на Земле, то есть жил таким же человеком, как и мы. Этот Архангел помогает нам расставить приоритеты, то есть структурировать и понять, что важно для нас. То есть на этой неделе, раз он вышел как Совет Высших Сил, как помощь, у вас очень крупная неделя. У вас какие-то планы относительно работы, которые серьёзно далеко идущие и позитивные. И Метатрон поможет вам просто понять, что важно для вас. Если у вас ещё есть какие-то там в голове сомнения, если вы ещё пытаетесь что-то с чем-то определиться, он поможет расставить приоритеты. Его цвета фиолетовый и зелёный. Также я хочу сказать для людей, для, не важно, женщины, мужчины, у кого есть детки, которые, знаете, как трудно адаптируются в детском садике, в школе. Но бывает вот такое, что ребёнок, например, очень чувствительный, очень ранимый, не важно, как его называют, кто там говорит «дурак», это не имеет значения, что там окружающие думают. Но ребёнок особенный, и ему сложно влиться в коллектив. Архангел Метатрон вам поможет. Просите этого Архангела, и он поможет этому ребёнку влиться в коллектив, гармонично войти в это сообщество и занять своё нормальное место, чтобы не быть изгоем. То есть это для тех родителей, у кого есть детишки, которые испытывают такие вот трудности в социальной адаптации. Также Метатрон помогает понять эзотерические разные вещи, ну там, как понять законы Вселенной. Вы можете перед сном попросить Метатрона, чтобы он вам во сне вас взял на прогулку. Вы можете не помнить, сон это не имеет значения, ваше подсознание оставит необходимую для вас информацию внутри вас. И также он помогает убрать негативные вибрации. Поэтому если вы, например, захотите, вы можете окружить себя против часовой стрелки, хочу вам заметить, делайте это вокруг себя таким вихрем из фиолетовой и зелёной энергии. Против часовой стрелки крутите вокруг себя, убирая любые низкие, как сказать, негативные вибрации. То есть своего рода самочистка. И он вам в этом поможет. И камень, по-моему, арбузный турмалин, если я не ошибаюсь, соответствует Архангелу Метатрону. А астрологическое соответствие Дева. То есть он любит, когда люди трудятся. То есть карта говорит о том, сосредоточиться на своих главных приоритетах, я помогу им оставаться организованными и мотивированными. Но он любит, когда трудятся, потому что Дева соответствует труженикам, людям, которые работают. То есть львы, натуры вы страстные, огненные, активные, позитивные, такие молодцы. Но надо трудиться. У вас прекрасная неделя, вам прям в руки дают возможности и шансы. Протягивайте руки, берите, просите Метатрона и наслаждайтесь жизнью. Я вам желаю удачи, львы! Метатрона